Арабская сказка Хлеб и золото Аббас был бедный Филах Филах – это крестьянин Целыми днями трудился он, чтобы добыть пропитание себе и своей семье А в свободные часы всё думал о том, как бы найти клад, который избавил бы его от нужды Однажды, в очень жаркий день, Аббас, как обычно, работал в поле Почувствовав сильную усталость, он сел под дерево и принялся мечтать Если бы Аллах дал мне волшебную силу, чтобы я мог превращать всё, чего не коснусь рукой, в золото Вот тогда бы я избавился от тяжкого труда и жил бы в полном довольстве И вдруг он услышал голос О, Аббас, сейчас ты получишь то, чего тебе так хочется Положи свою руку на какой-нибудь предмет, и он тотчас превратится в чистое золото Аббас не поверил своим ушам Но всё же потянулся к земле и взял маленький камешек Едва он коснулся его, камешек тут же превратился в чистое золото Потом Аббас дотронулся до другого камня И тотчас тоже стал золотым Аббас очень обрадовался и подумал Сейчас я отправлюсь в город и превращу пыль и камни в золото Потом куплю много земли Построю на берегу реки дворец Окружу его огромным садом Куплю прекрасных коней Облачусь в роскошной одежде Тут он хотел подняться Но почувствовав сильную усталость, голод и жажду Понял, что не сможет идти Съем-ка я то, что принёс с собой утром из дому Решил он и протянул руку к завтраку Который лежал в маленьком мешочке возле дерева Аббас взял лепёшку Но, положив её в рот, почувствовал металл И хлеб превратился в золото В мешочке оставалась ещё луковица Аббас поспешно схватил её Каково же было его смятение Когда и луковица стала золотым слитком Который он не мог съесть Аббас страшно перепугался Как же он будет теперь пить и есть? Как будет жить в этом мире золотых слитков? Ведь так он очень скоро умрёт от голода и жажды Даже не попользовавшись золотом Которое без труда даётся ему теперь в руки Так думал Аббас Представляя, как умрёт в муках от голода и жажды Раз всё, чего бы он не коснулся, превращается в золото Но тут он открыл глаза И увидел себя при мастившемся в тени дерева И понял, что он просто грезил Глубокий вздох облегчения вырвался из его груди Словно гора свалилась у него с плеч Слава Аллаху, что всё это было лишь сном Проговорил он Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин